здравствуйте дорогие друзья и представлять не надо найти у нас было такое турне турне вашингтон филадельфия нью-йорк вот мы только что вернулись из нью-йорка разговаривали с разными людьми у нас были выступления перед публикой перед диаспорой и было очень интересно люди нам задавали очень хорошие интересные вопросы и мы решили с андрей николаевичем вот сделать к финале и рассказать про это и задать рассказать про вопросы которые нам задавали и чем люди почему люди из-за чего переживали поделиться с нашими зрителями с нашими слушателями сегодня андрей николаевич вам понравилось наше турне по боевым как называется по местам боевой славы добрый вечер нашим коллегам и слушателям и зрителям спасибо гарри за это приглашение и за стимулирование от к осуществлению этого проекта вы знаете действительно это оказался достаточно полезной полезный наш проект прежде всего полезно и потому что и мы должны поблагодарить всех людей кто пришел на эти встречи и кто заплатил билеты потому что 5 тысяч долларов потому что все средства которые мы получили мы направим в украину на помощь раненым украинским военнослужащим вы или на помощь детям оставшимся без родителей направлены да поэтому прежде всего спасибо всем тем кто участвовал в этом совместном нашем проекте и спасибо еще братьям мишам за то что они спонсировали нас там и спасибо огромную престиж авто и мистер у джи который нас катал и которые дала тоже большую сумму в разных вещах которые тоже отправляются просто необходимые вещи которые отправляются в украину да и спасибо тоже там многим людям которые просто люба которая организовала среда и есть просто люди которые отдельно подходили к нам и давали кроме тех билетов еще передавали ромашка который тоже подсоединяется к тем средствам которые были собраны которые пойдут на помощь украине это самое главное дело которые сейчас могут заниматься люди во всем мире вот нас один из вопросов которые нам регулярно задавали что можно сделать да и можно можно делать много и разное но самое главное сейчас это помогать украине нет не ничего более важного сегодня для любого человека является ли он украинцем русским американцем какой-либо национальности какого бы гражданства человек не был самое главное сейчас помогать украине потому что украина сейчас защищает не только свою свободу независимость суверенитет и территориальная целостность а украина защищает свободу свободу свою и свободу всего мира вот главный фронт борьбы между злом и добром между свободой не свободой демократии тоталитаризмом проходит в украине украина на переднем крае этой борьбы на пократ на переднем крае этой войны и она прежде всего украинцы платят своей кровью своей жизнью высоту высокую цену за то чтобы вот это язва тоталитаризма спать и тирания не расползлась на другие территории на другие страны чтобы это можно было остановить поэтому всем большое спасибо за эту помощь и продолжать это делать с нами без нас по другим каналам главное помогайте украине тем самым вы помогаете и украине и самим себе да да и каждый из нас делает что может это не значит что или вы посвящаете 24 часа в сутки этому или вы посвящаете час в неделю этому каждый делает что может все помогает поверьте все помогает ли вы пошлете там перчатки для солдат или лекарства или или бронежилеты, или ночного видения, или вертолеты. Все это имеет равную цену. Ну вот, Андрей Николаевич, я заметил то, что у многих людей было, как бы они стали понимать, что их то ли путают, то ли обманывают, то ли еще что-то. И они вас все время просили объяснить разницу между ленд-лисом и почему этот ленд-лиз так затягивается, почему что происходит. И вот этими 30 миллиардами, 40 миллиардами долларов, которые должны идти на помощь Украине. У людей складывается впечатление, что сейчас все должно уже хлынуть, а уже четвертый месяц войны, и ничего нет. Вот моя версия была такая простая, что там они просто хотят, чтобы было все шито-крыто по коррупции, которая была создана и нашим президентом, господин Байденом и его сыном, и всей этой своры, которая использовала Украину как ландромат, рачечную, а у вас было более такое глубокое объяснение разницы между ленд-лисом и этими 40 миллиардами, помощью 40 миллиардами долларов, и почему это так затягивается более глобально. Если вы могли бы объяснить это, чтобы все понимали это. Горей, если не возражаете, я вначале общее какое-то соображение скажу по поводу того, что говорили вы, что говорил я, потому что у нас были как бы свои такие заготовки, о которых мы вначале говорили, а потом уже отвечали на вопросы собравшихся. И так получилось, что вот вы говорили тоже по широкому кругу вопросов, но было довольно такая посвященная, вот ваше выступление было очень много посвящено как бы дебатам, дискуссиям с разными людьми, в том числе и не присутствующими в зале, но с позициями с этих людей, что в этом правильном, что неправильном, что надо обращать внимание, что надо обращать внимание. Я больше сосредоточивался на вопросах о природе этой войны, о том, когда она началась, как она идет, что лежит в основе этого, кто является авторами этой войны и как и каким образом она может завершиться. Да, вы как бы говорили о врагах, о наших и врагах, да, там Путин и Байден там подъехал, а я выискивал диверсантов, которые еще тут диверсии составляют, поэтому... Да, но вот когда наши вот эти изначальные краткие сообщения завершались, и мы переходили к вопросам и ответам, то вопросы, которые задавали нам, показали, что людей на самом деле интересует и то, и другое. То есть, людей интересует действительно природа войны, людей интересуют, каковы основные факторы в этой войне, кто какую роль сыграл, как долго эта война будет продолжаться, и некоторые ответы, которые были даны, вызвали прямо, скажем, шок у слушателей. С другой стороны, было очень много вопросов на прояснение позиции, на прояснение позиции нашей и прояснение позиции тех, какие люди слышат. И из тех вопросов, которые люди задают, стало ясно, что в сознании, по крайней мере, точно, можно сказать, большого количества людей, существует очень сильно искаженная картина. И эта искаженная картина связана с тем, что информацию, которую люди получают, часто правильнее называют дезинформацией или, так сказать, неправильной информацией. Люди запутаны иногда. Запутаны, они чувствуют, что их путают. Да, и многие вопросы были заданы на прояснение позиции, что же на самом-то деле. Это связано, иногда это было связано с тем, что, может быть, люди не поняли, что говорили мы, но это тоже является результатом того, что они слышали от других экспертов или комментаторов, и они как бы пытаются понять, подождите, а кто прав, тот или другой? Да. И здесь я должен просто сказать, что вот вы выполняли, взяли на себя такую нелегкую ношу, пояснение для слушателей, кто не прав. Кстати говоря, вы этим регулярно занимаетесь и в ваших передачах. Я на этом... Что меня не любят. Да. И вызываете, поэтому, в общем, огонь на себя. Я в меньшей степени этим занимаюсь, это тоже немножко бывает, говоря об этом. Но вот здесь возникает очень серьезный, в том числе и некоторый, даже, я бы сказал, этический вопрос. Потому что многие люди, кто теперь вот получил доступ к микрофону и к ютюбу, высказывается, дает свои комментарии. И, по крайней мере, в каких-то кругах считается, может быть, не то чтобы неприличным, но, может быть, не стоит как бы комментировать других, кто этим занимается. То есть, и не надо критиковать публично кого-то, ну, а как по-другому делать? Вот. И особенно, если... Сейчас я прошу прощения. Если там, например, люди находятся как бы с другой стороны, то есть, условно говоря, на стороне Путина или на стороне там тирании, то там все понятно. Там как бы их можно ругать, над ними можно смеяться, над ними можно издеваться. Не только можно нужно издеваться и покаять. Это хорошо. Если же ты даешь комментарий по поводу тех людей, которые вроде бы на этой стороне... Да. Уважаемые люди. То как бы не очень прилично, не очень корректно приставать к ним, показывать, что они тут не правы, или здесь ошиблись, или тут дали ложную информацию. Это бы, как считается, вроде бы как бы неэтично. С другой стороны, возникает вопрос. А если действительно та информация, которую дают эти люди, которые являются очень популярными, очень известными, каких смотрят там десятки, сотни тысяч, иногда даже миллионы людей. И поскольку эту ложную и, прямо скажем иногда, лживую информацию или дезинформацию распространяют гигантскими тиражами, это служат миллионы людей, она постоянно воспроизводится. У людей складывается ложная, неверная информация о том, что происходит. Это застает естественный вопрос. А об этом надо говорить? Для человек военный, я считаю, что, особенно когда идет война, то обязательно это надо говорить. Почему нас вот иногда военных считают не такими умными или что? Потому что мы прямые. Потому что, когда ты стоишь перед командиром, ты должен сказать правду. Даже если ты что-то натворил, что-то пошло не так, ты должен сказать. Воины проигрываются, когда на начальству, или когда ты своим подчиненным начинаешь врать и говорить неправду. Тогда проигрыш гарантирован. И, конечно, когда я вижу, что кто-то говорит совершенно не то, что на самом деле, я пытаюсь это сказать. Вот этот человек сказал, вы смотрели, его там миллион человек, но он сказал, это не сходится. И, конечно же, вот у нас было много вопросов, чтобы Андрей Николаевич Ларионов объяснил разницу между ленд-лисом, этими 40 миллиардами, и почему он вообще говорит, что эти 40 миллиардов, это наполовину урезали помощь Украине, военную помощь. И, опять же, они все время манипулируют. Помощь, какая помощь? Военная помощь, может быть, не совсем военная помощь, может, не совсем Украине. Ну, разносится это. И ленд-лис, что ленд-лис, это миллиарды, миллиарды долларов. Ну, где это? Что же это не видно? А потом я еще вас, раз вы уже вывели меня на это, я вас, вас спрошу пару вопросов о людях, которые вчера, позавчера там давали тоже комментарии, которые я считаю непонятными или ложными, хотя это уважаемые люди. Вот поэтому, Дарья, если вы не возражаете, давайте мы попросим наших слушателей, зрителей, кто увидит, кто вот сейчас видит наш разговор, может быть, написать в комментариях, что люди считают правильным, надо ли нам, вам, мне, нам вместе выступать и комментировать наших комментаторов, находящихся, как бы, на стороне, занимающих позицию на стороне Украины, но, тем не менее, говорить, в чем они ошибаются, и говорят ли они дезинформацию, может быть, не намеренно, может быть, намерен, может быть, не намерен, не имеет значения, но надо ли исправлять эту информацию, считают ли люди это важным, и Ленин говорит, если человек находится на стороне Украины, то неважно, какую позицию он занимает, то есть, неважно, что он говорит, главное, он на стороне Украины, это достаточно. Главное, он говорит, что Путин, ну, тот, кто есть, да, этого достаточно, или же, все-таки, людям важно это знать, и давать комментарии относительно того, когда такая информация не соответствует действительности. Так что давайте мы попросим вас, если дадите нам ваши комментарии и соображения по этому поводу, мы будем признательны. Теперь вот по поводу того вопроса, который действительно был самым популярным, регулярно задавался на всех встречах, и не раз о тех законопроектах о помощи Украине, о которых так было много сказано в течение последних недель, которые находились в центре внимания, и которые, как показали наши встречи, продолжают находиться в состоянии очень такого туманного представления, о чем идет речь. Поэтому, еще раз, может быть, мы воспользуемся этой возможностью для того, чтобы воспроизвести, что на самом деле находится в центре внимания, какие документы были приняты американским конгрессом и подписаны американским президентом в отношении Украины. Есть два законопроекта, они различные, они совершенно не связаны друг с другом. Один законопроект называется «О ленд-лизе» в помощи Украине, а другой законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Пожалуйста, не смешивайте их, это совершенно разные два закона, законопроекты, которые стали законами. Давайте начнем, прежде всего, с законопроекта или закона, который сейчас о 40 миллиардах долларов о помощи Украине. Этот проект был внесен президентом США Байденом в конгресс около месяца тому назад, даже больше, чем месяц тому назад, полтора месяца тому назад. Он был внесен в размере 33 миллиардов долларов. В этом пакете на 33 миллиарда долларов военной помощи Украины не было совсем ноль. Там была экономическая помощь немножко, там была помощь беженцам, там была помощь американскому государственному департаменту для возобновления работы американского посольства в Киеве, там была продовольственная помощь народам Африки и Ближнего Востока, там была помощь двум фондам, не имеющим никакого отношения к Украине. Там много чего было, но военной помощи там не было. После того, как этот проект рассматривался в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, да, и этот проект на 33 миллиарда долларов был связан, то есть его президент Байден предложил в связке с двумя другими законопроектами о финансовой помощи международному сообществу в борьбе с ковидом и предложение с отменой закона, так называемого закона 42, который позволяет американским властям выдворять с территории Соединенных Штатов Америки нелегальных иммигрантов, носителей заразных болезней. Этот закон 42 был принят по предложению президента Трампа в январе 2000, в начале 2020 года, и по этому закону с территории, с января 21 года начал действовать, и по этому закону с территории Соединенных Штатов Америки было выдворено 1,3 миллиона человек нелегальных иммигрантов, являющихся носителями, переносчиками заразных болезней. Президент Соединенных Штатов Байден, нынешний президент, очень хочет отменить этот закон с тем, чтобы не выдворять нелегальных иммигрантов, являющихся носителями заразных болезней, с территории Соединенных Штатов Америки, и его министр внутренних дел Майоркас поставил отмену этого закона 42 в качестве главного пункта своей программы. Это один из важнейших вопросов внутри американской политической жизни. Американские республиканские, представители республиканской партии ведут долгую, кровавую борьбу с господином Майоркасом, министром внутренних дел, и с администрацией Байдена против отмены этого закона. Они ведут эту борьбу с самого первого дня, когда Байден оказался в Белом доме, и позиция республиканцев абсолютно бескомпромиссная. Они говорят о том, что никогда, ни при каких условиях, ни один республиканец не проголосует за отмену этого закона, потому что отмена этого закона будет означать еще больший приток нелегальных иммигрантов, еще больший приток нелегальных иммигрантов, являющихся или не являющихся носителями заразных болезней. Это будет механизм по уничтожению американского общества, американского государства. Поэтому тот единственный механизм, который позволяет это поддерживать, они говорят, отменять не будет ни при каких условиях. Естественно, это все хорошо известно в демократической администрации, это все хорошо известно президенту Байдену, поэтому, когда Байден вносил законопроект о помощи Украине на 33 миллиарда долларов, и связывая его с отменой закона 42, Байден четко представлял, что республиканцы будут голосовать против этого, и, соответственно, будет голосовать против отмена 42-го закона и, соответственно, против закона о помощи Украине. Тем самым можно было бы представить своих политических оппонентов, республиканцев в качестве антиукраински настроенных людей и представить их в качестве якобы пропутинских политических деятелей, тем самым выиграть политические очки во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах Америки, потому что подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину изо всех сил, полностью поддерживают все компании и проекты по поддержке Украине, и таким образом, пользуясь пропагандистскими инструментами, можно было бы представить республиканцев в качестве пропутинских и антиукраинских. Когда Байден внес вот этот самый законопроект в Конгресс, в Конгрессе произошло то, на что он и надеялся. Республиканцы сказали нет, ни за что, ни про что, и развернулась компания пропагандистская обвинение республиканцев, что республиканцы действуют в интересах Путина. Так продолжалось две недели, стало ясно, что этот законопроект никогда не пройдет в американском Конгрессе, именно за того, что он связан. И тогда Байдену пришлось сделать специальное обращение, и он сказал о том, что да, я отвязываю этот законопроект от связки с законопроектом по финансированию ковида и законопроектом по отмене закона 42. Как только Байден это сделал, на следующий же день, Палата представителей тут же немедленно проголосовала в поддержку законопроекта о помощи Украине. За это время, пока он находился, этот законопроект, в Конгрессе, размеры этого законопроекта увеличились, были увеличены Конгрессом с 33 до 40 миллиардов долларов, и там появилось дополнительно 7 миллиардов долларов, 6 из которых являются военной помощью Украине. То есть 6 миллиардов долларов прямой военной помощи Украине появились в этом законопроекте только благодаря тому, что конгрессмены и конгрессмены-сенаторы настояли на том, чтобы этот законопроект включал в себя военную помощь Украине. И затем уже и Сенат проголосовал за этот законопроект в 40 миллиардов долларов, и, соответственно, за военную помощь Украине. Это заслуга Конгресса Соединенных Штатов Америки, но не администрации Байдена. Надо сказать, что по закону, американскому закону, тогда, когда обе палаты большинством голосов голосуют за такого рода проект, и палата представителей, и Сенат, то этот закон должен быть подписан президентом Соединенных Штатов Америки в течение 10 дней, не более. Ну, в принципе, если это помощь Украине, если это военная помощь Украине, в которой Украина так нуждается, то, что мешает президенту Соединенных Штатов немедленно подписать этот закон для того, чтобы открыть возможности для козвания этой помощи. Президент Байден нарушил этот закон. Он не подписал его ни на следующий день, ни через два дня, ни даже в течение 10 дней, как требует закон. Он подписал его только через 11 дней. Теперь этот закон подписан, да, действительно. Теперь действительно у Украины есть возможность получить эти 6 миллиардов долларов, но эти 6 миллиардов долларов рассчитан на 5 месяцев. Соответственно, в расчете на месяц это 1,2 миллиарда долларов военной помощи. В первые два месяца, вот последней стадии этой войны, с 24 февраля по 27 апреля 22 года, военная помощь Украине составила 3,7 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, что составляет примерно 1,8 миллиарда долларов в месяц. Таким образом, с принятием этого закона, военная помощь, предоставляемая Соединенными Штатами Украине, уменьшится в ежемесячном выражении на 50% по сравнению с той помощью, какая была оказана администрация Соединенных Штатов Украины в первые два месяца. Вот это, так сказать, основная картина по поводу законопроекта, который получил название «Законопроект о помощи Украине» в 40 миллиардов долларов. То есть, те, кто бегают и кричат «Ура, Байден дал нам 40 миллиардов долларов, чтобы мы смогли воевать против России и защищать себя», в реальности он в половину раз урезал ее. Тут даже надо больше так сказать, чтобы для того, чтобы понять. Из этих 40 миллиардов долларов Украине, вот Украине в соответствии с законом, будет передано чуть больше 17 миллиардов долларов. Из этих 17 миллиардов долларов есть помощь беженцам, очень важная, гуманитарная помощь, медицинская помощь, есть экономическая помощь, но чистая военная составляет 6 миллиардов долларов. Таким образом, в том случае, если этот закон будет полностью выполнен, то тогда военная помощь в расчете на месяц уменьшится на 50%. Но пока этот закон еще не стал действовать, хотя вот сегодня уже у нас 28 мая, а если мы берем вот ту дату 26 апреля встречи на авиабазе в Рамштайне, та самая встреча, которая была представлена практически всеми экспертами и комментаторами о том, что это переломный момент, это такое решение, когда теперь военная помощь Украине пойдет полным потоком, нас зальют деньгами, зальют оружием и так далее, и говорит, все, Рамштайн изменил все. Я цитирую просто название некоторых комментариев. Это действительно оказалось правильным. До Рамштайна помощь, предоставленная Соединенными Штатами, составляла 1,8 миллиарда долларов в месяц. После Рамштайна, вот сейчас был 26 апреля, когда была встреча в Рамштайне, сегодня 28 мая, прошло более месяца, вся военная помощь со стороны Соединенных Штатов Украины составила 250 миллионов долларов. То есть это примерно в 7,5 раз меньше, чем это было в предшествующие два месяца. То есть действительно Рамштайн изменил все, но только в другую сторону, чем та, о которой говорили, может быть даже если не все, но точно большинство комбинатов. Ну в принципе никто не взял время, не вник, не прочел, не понял, не просчитал у себя в голове. Все пошли просто вот с лозунгами, опять же, хлеб крестьянам, землю крестьянам, хлеб рабочим. И все, этого достаточно. Поэтому сегодня те, кто из вас мне пишут, звонят, что ага, вот Трамп опять, он сказал, что заместо того, чтобы давать 40 миллионов долларов, то миллиардов долларов, лучше создать безопасность в наших школах. И это якобы против... Байден. Нет, это Трамп сказал. Все сказали, что Трамп. Опять же, это выдернуто из контекста точно так же, как было выдернуто из контекста, что он сказал, что Путин гений. Не понимая ни английского, точно так же, как они из контекста вырвали, что когда он сказал, что... Байден сказал, что Трамп щенок. Не зная английского, не понимая американской культуры, потому что когда у нас в культуре говорят, что ты гений, это гениально, это значит, что ты идиот. И Трамп говорит, что вы идиоты. Он сказал, и все, выдернули из контекста, потому что он гений, он гений. Если бы он дальше говорил, если бы это было при мне, А при мне бы этого никогда не случилось То я бы сразу послал корабли Стратегические самолеты И солдат Но это уже они вырезали И сейчас он сказал Он не сказал, что за место того, чтобы давать 40 миллиардов долларов Украине Он не использовал это слово Украине Просто сказал, за место того, чтобы давать Выкидывать 40 миллиардов долларов То хотя бы надо наших школ Обезопасить сначала За какие-то несколько миллионов долларов Вот что он говорил Но это же сразу И опять же, они начинают Это сказала СНН, это сказал Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Таймс говорил, что не было Голдомора в Украине Нью-Йорк Таймс говорил, что не было Холокоста Но все равно Эти все журналисты, они пытаются Я почему говорю, что надо вникнуть Надо понять сначала перед тем, как сразу Нас закидывать А вот Трамп сказал, а вот он сказал Уже шестой год идет, вы все говорите А вот он сказал, а вот он сказал Смотрите, что делается А вот делается То, что военную помощь урезали Украине А не прибавили А вы будете носиться с этими плакатами Ого, 40 миллиардов дали Извините, Антон Николаевич Ну, я вот воспользуюсь вашим комментарием С тем, что важно Понятно, что внимание, интерес к тому, что происходит Огромный, и оно абсолютно понятен Это понятно Но необходимо тоже понимать такие вещи, как ирония Сарказм Понимать, в каком контексте что сказано Что за этим стоит Теперь вторая часть, про которую мы не сказали И репутация Мы в очередной раз это говорим Но поскольку вопросы есть, видимо, это имеет значение Что касается Ленд-Лиза Про которой также было много сказано И говорю, вот сейчас у нас Ленд-Лиза Это будет как во время Второй мировой войны Украине будет столько оружия, сколько вообще Все решит все вопросы Надо внимательно посмотреть на законопроект о Ленд-Лизе Прежде всего Законопроект о Ленд-Лизе Был внесен в Конгресс и начаток Америки 19 января 22 года То есть более чем за месяц до начала последней стадии этой войны Не после того, как была начата вот эта кампания Путиным 24 февраля А более чем за месяц И этот законопроект был внесен не кем-нибудь, а республиканскими сенаторами Возникает вопрос А что же это? Они знали о том, что Путин собирается напасть И поэтому приняли такое решение Нет, они не знали, что Путин собирается напасть Но республиканские сенаторы действовали исходя из двух принципов Первое Не могу молчать То есть не могу оставаться в стороне Надо что-то делать Потому что в течение предшествовавших трех месяцев Шла кампания о том, что Путин может действительно напасть на Украину А Байденовская администрация ничего не делала для защиты Украины Более того, та военная помощь, которая была согласована между президентом Украины Зеленским И президентом США Байденом во время визита Зеленского в Вашингтон 1 сентября 2021 года, когда они согласовали предоставление этой помощи Эта помощь не была дана на Украине ни в сентябре 2021 года, ни в октябре 2021 года, ни в ноябре, ни в декабре, ни в большей части января Хотя уже в течение трех месяцев, начиная с 30 октября прошлого года Шла кампания о том, что Путин подтягивает войска, накапливает войска, угрожает, он собирается напасть и так далее То есть администрация Байдена постоянно говорила Да, действительно, мы видим, Путин собирается напасть Украина И президент Зеленский говорит Ну так давайте нам оружие, чтобы защищаться Не-не-не, мы ничего не можем дать Мы не хотим эскалировать Мы не можем допустить эскалацию Мы ничего давать не будем И так это протянули до середины января 2022 года И в этот момент республиканские сенаторы в стремлении оказывать Во-первых, мы не можем молчать, мы должны хоть что-то сделать, как-то оказать помощь Украине Во-вторых, мы должны оказывать давление на Байденскую администрацию, заставляя ее хоть что-то делать Они внесли в Конгресс вот этот законопроект о ленд-лизе Этот законопроект был, скажем так, отложен на дальнюю полку И ему не давали хода буквально до апреля этого года Три месяца ему не давали хода Наконец, в апреле, в конце концов, ему дали вход Присоединились объективности Рады и демократические сенаторы, и конгрессмены Этот законопроект был проголосован и в Сенате, и в Палате представителей Подписан, наконец, президентом Байденом Теперь возникает вопрос Следует ли сейчас, после того, как закон принят Ожидать вот того самого потока оружия О котором так много говорили Комментаторы, эксперты Ответ Есть очень большие сомнения по этому поводу Почему? Потому что с того самого момента С того самого 19 января Возникает вопрос Сколько раз президент Байден говорил о ленд-лизе? Ответ Ни разу Он подписал его 9 мая Просто есть сообщение о том, что он подписал И все Он никогда в своих речах не использовал выражение ленд-лиз Говорила ли о ленд-лизе пресс-секретарь Байдена Джен Саки? Вот до того, как сменился пресс-секретарь Ответ Только один раз 6 мая Когда она сообщила о том, что 9 мая Байден подпишет Больше ни разу Говорил ли об этом государственный секретарь Блинкин? Ответ Ни разу Говорил ли об этом министр обороны, глава Пентагона Остин? Ни разу Вот он был, как мы все хорошо знаем Собирал людей Собирал представителей более 40 государств на авиабазе в Рамштайне Вот прошла еще одна консультативная встреча Буквально несколько дней тому назад Уже с 47 представителями Представителями 47 стран О помощи в Украине Возникает вопрос Хоть раз Господин Остин Использовал термин Ленд-лиз В своих публичных речах В выступлениях В комментариях Ответах В вопрос Ответ Ни разу Тогда возникает вопрос Если ни один из представителей Нынешней американской администрации Ни разу в своих публичных речах Не использовал термин Ленд-лиз Серьезно ли они относятся к этому законопроекту? К тому законопроекту, который был внесен в Сенат Их политическими противниками Оппонентами Республиканцами Наконец, самое главное Это то, что находится в этом законопроекте Что с содержательной точки зрения Находится в законопроекте Олен-лизе Читаем Если там деньги Нет Если там конкретные виды вооружения Нет Если там сроки о поставках вооружения Нет Что там есть Там с содержательной точки зрения Только одна фраза Президент Соединенных Штатах Америки Должен в течение 60 дней Создать механизмы Институциональные механизмы По предоставлению военной помощи Украине Военной помощи Украине Точка Все То есть 19 января 2022 года Такое требование было понятно Необходимо Потому что таких механизмов Еще тогда не было создано После 24 февраля Такие механизмы уже созданы Мы знаем Что та военная помощь Какая оказывается Соединенными Штатами Украине Она оказывается Есть соответствующие Бюрократические процедуры Загружают технику Загружают оружие В том случае То, которое выделено И отправляются Геркулесами На территорию Европейских стран Откуда она передается Украине То есть Сейчас Когда этот законопроект Подписан Вшел Действие Он уже устарел Потому что эти механизмы Были уже созданы раньше Опять-таки Никаких сумм Здесь нет И Очень важно Иметь в виду Что Законопроект Оленд Лизи 1941 года Был инициирован Президентом Соединенных Штатов Розвельт Он тогда Хотел Очень помочь Британии Которая Подвергалась Атаке Со стороны Нацистской Германии И в соответствии С теми процедурами Которые существовали В Соединенных Штатах Америки Тогда Необходимо было Проходить каждый раз Бюрократические Процедуры Согласования В Конгрессе Для того Чтобы обойти этого Розвельт смог добиться Принятия Закона Оленд Лизи Инициатором Того закона Оленд Лизи Был президент Соединенных Штатов Америки Что касается Законопроекта Оленд Лизи 2022 года То инициатором Является Не президент Байден Являются Сенаторы В том числе И прежде всего Сенаторы Оппозиционной партии Мы не знаем Как пойдут дальше дела Возможно Ситуация изменится Мы не исключаем этого Но пока На сегодняшний день У нас нет Ни одного признака Того Чтобы нынешняя администрация Как-то Очень сильно Поддерживала Этот законопроект Ускоряла Его принятие С 19 января 2022 года Обеспечила Информационное сопровождение Делали Какие-либо заявления Уже Вот с 9 мая По сегодняшний день 28 дня 28 мая Прошло почти 3 недели Спрашивается Можно создать Там бюрократическим Механизмом Или какой-то другой Показание военной помощи Что-либо сделано Байден для этого Пока мы ничего Про это не знаем Одноправленное Хоть какое-то Военное снаряжение Бонирование Техника Боеприпасов В Украине В соответствии С этим законом Нет ничего Не направлено Ноль Надеемся Что это изменится Но пока Нам нечего Сообщить О том Что этот закон Начал действовать Или он Будет действовать В ближайшее время Поэтому Вот это Один из самых Важных вопросов Наиболее часто Задаваемых вопросов Со стороны Слушателей Зрителей В чем Что общее Что различно Между двумя Законами Законом О помощи Украине В размере 40 миллиардов долларов И законе О лен-лизи Ну Я понимаю Что президент Теперь без конгресса Имеет право Делать что он хочет Он может послать Подводные лодки Ф-35 А может опять Просто послать Как это было В четырнадцатом году Носки и одеяло А может вообще Ничего не послать Да Совершенно верно У президента Есть все полномочия И конгресс В том числе И с помощью Закона Оленд Лиза Дал ему эти полномочия Делать Все что он хочет Или не делать Ничего И вот этого А почему же Все таки Вот вопросы были Так же Почему же все таки Он затягивает Почему же все таки Вот он тормозит Это все Почему администрация Байдена тормозит И не хочет дать Чтобы закончить Эту войну Быстро И победить В чем проблема Вот я говорил Что это коррупция Что они пытаются Закопать Коррупцию В Украине В которой они все Участвовали Включая там Европейские страны И включая конечно же Обама Клинтовская Это свора Ну Это Точка зрения Имеет право На существование Это неоднократно Обтуждалось В том числе И с деятельностью Хантера Байдена В Украине Это понятно Но кроме этого Есть и другая Концепция Она не исключает Это просто Она может существовать Параллельно с этим И дополнительно Это мировоззренческая Мировоззренческая Для Байдена И мировоззренческая Для ряда Важнейших Сотрудников Нынешней администрации Для Байдена Мы знаем Послужной список Господина Байдена За почти полстолетия Его Репутация За 40 лет Репутация Он всегда был Являлся И продолжает Являться Помощником Другом Тоталитарных Режимов И большим врагом Антикоммунистических Движений Он помогал Вьетнамским Коммунистам Расправиться С Южным Вьетнамом И отказывал Южно-Вьетнамцев Легализацию На территории Соединенных Штатов Америки Еще в 70-е годы В 75-е годы Он был единственный Сенатор Который проголосовал В 78-м году Он ездил В Москву И договаривался С Центральным Комитетом Коммунистической Партии Советского Союза И сдавал там Советских диссидентов Он сдавал Курдов Но это Я хочу подчеркнуть Что это Не просто Андрей Николаевич Придумывает Своей головой Это в архивах Владимира Буковского Документы лежат Там Сканированные Где это пишут Отчеты Представители Центрального Какого-то аппарата Это нет Это просто записка Заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСР Загладина Который так и называет Господин Байден Это господин Показуха Который прямым текстом Сказал своим Советским Собеседникам Что вот я там Передаю некоторые Письма Которые мои Избиратели Направляют в защиту Советских диссидентов Только не принимайте их всерьез Это так сказать Мне только важно Чтобы они как бы Знали Что я типа Выполняю это пророчень Но не воспринимайте это серьезно Вот Затем была сдача Сирийских Курдов Осаду Затем была сдана Сдача Афганцев Которые сотрудничали Соединенными Штатами 20 лет И не были сданы Режиму Талибана Бенгази Ну и собственно говоря Да И Сейчас Соответствующие отношения В Украине Поэтому С этой точки зрения Никакого принципиального Отклонения От Той позиции Какую Байден Занимал в течение Всей своей Политической жизни Мы не наблюдаем Это одна сторона Но мы наблюдаем То что Многие комментаторы Дипломаты Эксперты Политологи Говорили О Байден У него большой опыт Большой опыт В международных отношениях Он сидел на комитете И возглавлял его Большой опыт О регулировании Военных конфликтов Это вот Эксперты Об этом все время говорили Не понимаю Репутацию Этого человека Нельзя время Изучить ее Каким-то образом Извините Да Второй элемент Мировоззренческий Это Позиция Одного из Важнейших Опытнейших И влиятельнейших Сотрудников Байденской администрации Нынешнего директора ЦРУ Билла Бёрнса Который является Таким большим Русофилом Он просто действительно Не скрывал никогда Что ему очень нравится Россия Русский язык Русская культура Но Многим нравится И ничего в этом преступного Нет Наоборот Но к сожалению У него вот эта любовь Ко всему русскому Переносится на любовь К институтам Русского Российского Политического режима Вот когда он был Послом Соединенных Штатов Америки С 2005 По 2008 Год То он дружил Со всеми сотрудниками Спецслужб ФСБ Всяких других Спецслужб И ему очень не нравились Почему-то Представители Демократической Оппозиции Или либеральная Оппозиция Или культурная Оппозиция Как-то с ними Не дружил Он дружил С другими людьми Возникает вопрос Вот Что кроме Вот о такой Любви К силовикам Нынешним Нынешним силовикам Чем еще Характеризуется Мировоззрение Господина Бернца Он является Ярым противником НАТО Такой организации Ярым противником Расширения НАТО Ярым противником Включения в НАТО Стран Центральной и Восточной Европы Ярым противником Включения В НАТО Таких стран Как Грузия И Украина Будучи тем же Самым послом В России Он писал Регулярно Телеграммы Своему руководителю Государственному Секретарю Секретарю Кондолизи Рас О том Что ни в коем случае Нельзя допустить Чтобы Грузия И Украина Стали членами НАТО И Эту позицию Явно Что он не скрывал Не только Перед своим руководителем Кондолизи Рас Но и Со своими Собетиседниками В Москве За что Удостоился Единственный Человек Единственный Представитель Американской Дипломатии Единственный Посол Соединенных Штатов Америки В Москве Удостоился Специальной Уеденции От Владимира Путина По Отъезду Когда он уезжал Во время Которые Владимир Путин Поблагодарил Исключительное Тепло Господина Бернса За Исключительный Опыт И ценные Знания И советы Которые Мы Путин И его коллеги Получили От господина Бернса За время Его пребывания В Москве И вы это Знаете Откуда А это На сайте Кремля Можно На сайте Кремля Есть просто Конкретное Выступление Он и в книжке Об этом Написал Но В книжке Одно дело Но есть на сайте Кремля Просто выступление Владимира Путина Благодарящее Бернсу За Исключительный Вклад В понимание Это человек Возглавляет Нашу цель Вот И Мы видим Что До Присутствия Билла Бернса В Москве Путин Никогда не выступал Против расширения НАТО Он выступил Полностью За включение Украины В НАТО В 2003 году Это то же самое На сайте Кремля Есть его выступление В 2004 году Когда происходило Расширение НАТО То самое Которое Путин сейчас Ругает За счет Семи членов То есть Это Эстония Латвия Литва Словакия Словения Болгария Румыния Попробуйте Теперь найти Хоть одно Возражение Со стороны Путина Или Москвы Или Кремля Против этого Расширения НАТО Его не было Потому что Это был 2004 год А Бернса Еще не было В Москве В 2005 Бернс Оказывается В Москве И в 2007 В 2007 году Через Два года Путин Уже выступает На Мюнхенской Конференции По безопасности И говорит О том Что это Неприемлемое Расширение НАТО За счет Грузии И Украины Это прямой Результат Деятельности Нахождения В Москве Господина Бернса И наконец Следующее То есть На самом деле Это Не Путин Придумал Идею Противодействия Расширения НАТО Эту идею Он позаимствовал От уважаемого Представителя Американского Дипломатического Корпуса Интеллектуальной Элиты Соединенных Штатов Америки И наряду С этими Идеями Идея О нерешении НАТО Оттуда же Позаимствована Идея О супердержавах И о сферах Привилегированных Интересов То есть Этот термин Который уже Был придуман Как бы Был подкориентирован В Москве Но идея Сферы Влияния Сферы интересов Вот привилегированный Интерес Это появилось В 2008 году Опять-таки До этого Таких идей не было Сейчас появилась Ну и вот Та идея Которая появилась В так называемом Ультиматиуме Путина В декабре 2021 года В этих проектах Двух договоров Соединенными Штатами И с НАТО О том Чтобы НАТО Вернулась На линию 1997 года В Европе Это чистое Заимствование Из работ Господина Бернса Таким образом Если мы говорим О вкладе Три важнейшие Идеи Позаимствованные От Бернса Путина Это Нераспространение НАТО В том числе С точки зрения Членства Украины И Грузии Это возвращение НАТО На линию 1997 года И Зона Привилегированных Интересов Поэтому Это второй Очень мощный Блок Который Вот Позволяющий Объяснить И Есть еще Третий блок О котором Сейчас стали Уже много Говорить О том Это то О чем Кстати говоря Мы с вами С вами выступали Несколько раз В Украине Осенью Прошлого года И сего Этого года Мы как раз Говорили о том Что Если Когда Состоится Эта война То есть Произойдет Нападение России На Украину И Если в ходе Этой войны Украина Одержит Победу Над Россией Вот То тогда Может Возникнуть Ситуация В которой Украина Станет Лидером Нового Западного Мира Потому что Это будет Страна Которая Победила Тоталитарного Агрессора И Которая Продемонстрирует Совершенно Другой Тип Поведения По сравнению Со Старым Западом Франции Германии Нынешней Американской Администрации И Прочих Других Стран И Вот Такая Украина Может Стать Как бы Центром Внимания И Консолидатором Других Стран Которые Занимали Может быть Не столь Явную Позицию Но Это Могут Быть Страны И Центральной Европы И Восточной Европы Это Будет Новый Центр Политической Силы И Влияния И В Европе И Во всем Мире Но Мы Говорили С вами Об этом Сейчас Об этом Уже Тоже Многие Говорят И Украина Тоже Об этом Многие Говорят Мы Говорили Об этом Естественно С позитивным Оттенком Но Наши Сушили И На это Смотрят И Другие Люди Которые Смотрят На это С ужасом Со Страхом И Как раз Те Самые Силы Не Только Венгрии Или Там В Италии Не Только Во Франции Германии Но В самих Соединенных Статах Америки Возникает Вопрос Подождите А зачем Нам Нужна Сильная Украина Которая Является Центром Консолидации По-настоящему Западных Сил Сил Свободы Демократии Верховенства Права Которые Явным Образом Претендуют На Альтернативную И Власть И Альтернативные Симпатии В этом мире И Естественно Их это Пугает Они Испугались Не Победы России Они Боятся Победы Украины Потому что Нужно будет Пересматривать И ООН Надо Пересматривать И Совет Безопасности Что там Россия Делает Тогда И Надо Пересматривать Будет НАТО НАТО Бездействовал НАТО No action Talk only А вот Украина Смогла Это Все Сделать Сама И Без Зна Так Зачем Надо Пересмотреть Весь Мир ОБСЕ И Отношения Между Всеми Странами Конечно Они Этого Не Хватят Потому что Они Эти Элиты Улетят И Станут Новые Элиты И Конечно Они Этого Боятся Они Боятся Они Больше Боятся Победы Украины Чем Проигрыша России Совершенно Верно Именно Эту На конференции Financial Times Директор Целеру Бернс Он Сказал Это Приписывая Как бы Эту Точку Зрения Путину Но Тем Самым Как бы Включая Своих Слушателей Зрителей И Все Западное Общественное Мнение Как бы На сторону Путин Он Сказал Что Путин Посчитал Что Он Не Может Позволить Себе Проиграть Эту Войну Ну Довольно Странное Изъявление Но Со Стороны Человека Как бы Занимающегося Помощью Якобы Помощью Украине И Выступающим На стороне Запада Но Если Понять Его По-настоящему Мировоззренческую Позицию Он Тем Самым Так Поизуидски Предлагает Говорить Давайте Мы Согласимся С Владимиром Путином Что Ему Нельзя Позволить Ему Проиграть Эту Войну Надо Ему Не Просто Сохранить Лицо Это Делают Как бы Самые Такие Поверхностные Комментаторы А ему Нельзя Позволить Ему Проиграть Эту Войну Потому Что Проигрыш Путина Проигрыш Путинского Режима Украины Будет Означать Вот То Чем Вы Сказали Потому Что Это Означает Изменение Современного Международного Системы Международных Отношений И Прежде Всего Самых Главных Вещах Это В НАТО Потому Что Становится Ясно Что НАТО В нынешнем Виде Потеряет Теряет Смысл НАТО Перестает Быть Оборонительным Союзом Оно Становится Действительно Клубом Для Дискуссий Не Случайно В последние Несколько Месяцев Возникла Интенсивная Дискуссия О Возникновении Мини Блоков В рамках НАТО Или Среди Частично Среди Стран Членов НАТО И Стран Например Украина Польша Страны Балтии Великобритания С возможным Подключением Других Стран Нужно Ли Байдену Администрации США Вот Такой Новый Военно-политический Союз Который Действительно Готов К Оборонительным Действиям Настоящим Оборонительным Действиям Этих Стран Которые Оказались На линии Фронта Конечно Нет И Поэтому Вот В дополнение К Той Причине Которые вы назвали Вначале Есть еще По меньшей Мере Три Дополнительных Направления Мировоззренческих Которые Позволяют Объяснить Вот эту Сдержанную Позицию Мягко говоря Сдержанную Позицию Со стороны Не только Европейских Стран С ними Все Понятно Но Нынешней Американской Администрации Почему Они Не Помогают Украине Так Как Украина Просят Так Как Украине Нужно Потому Что Для Нынешней Американской Администрации Победа Украины Является Гораздо Более Промат Проблематичной Чем Победа России Ну Вот Я Еще Хочу Вас Спросить Дэн Кравич Вот Я хочу Чтобы Вы посмотрели Отрывок Один Который Был Вчера В программе Господина Цимбалюка И Он Там Задает Вопросы И Вы Знаете Этого Человека Очень Хорошо Вы Всегда Отзываетесь О нем Как О Очень Умном Человеке Это Андрей Андреевич Пентковском И вот Посмотрите Послушайте Что он Говорит И я Хотел У вас Задать Вопрос Если Я Вас Ставлю В Неудобное Положение Я Извиняюсь Но Я Человек Военный Поэтому Я Должен Так Делать Сейчас Я Вот Раз Мы Уже Об этом Заговорили У меня Есть Предложение Потом После Победы Я Номинирую Пять Американцев На Звание Героя Украины Это Конечно Государственная Загитая Блинкин Это Министр Обороны Остин И Три Вот Американцы И коллеги Из Атлантиканцев Атлантиканцев Это Политбюро Украины В Вашингтоне Это Три Выдающихся Аналитика Все Послы Дипломаты Это Дэниел Фрид Это Джон Хербст И Это Сэнди Вербул Вот Они Решающую Роль Внесли В победу Линии Блинкина И Остина Внутри Администрации Когда Она Этого Гаденыша Соливана Вот Самый Тяжелый Момент Когда Он Повторял Все Эти Глупости О том Что Нам Нужны Стэйбл Продиктив Отношения Там Зеленский Пусть идет Минские Соглашения Выполняет Они Вызвали Он же Молодой Человек Посмотрелись С ним Мальчишка Этого Соливана На Такую Зум Конференцию И там Его Размазали Просто По стенке И вот После Этой Конференции Я его Не вижу Из публичного Ну где-то Он Потихонечку Какой-нибудь Гадости В ухо Продолжает Байдену Из Москвы Транслировать Но в публичном Просто Вот эти Пять человек Я не Включаю Туда Байдена Я ему Ставлю Я бы ему Поставил Четверку С минусом За выполнением Роли Лидера Свободного Мира И эту Четверку Он заработал Как раз Вот Под громадным Влиянием И Блинкина И Остина И вот этих Трех Аналитиков И Украинской Дипломатии Которые В эти Два Месяца После Несколько Месяцев Прошло Полгода Между Женевой И Февралем Они Были Посвящены Полной Перестройке Американского Отношения В Украине Представляете Если бы Это вторжение Началось Под лозунгами Когда Байден Еще говорил Зеленского Идите Выполняйте Вот Пять человек А Байден Заслуживает Четверку С минусом И это Как лидер Свободного мира Это громадная Оценка Потому что Два его Предшественника Обама И Трамп Они работали На тройку С минусом На мой взгляд Причем Что характерно Они же Противоположность Идеологическая Обама Крайне левая Ну Трампа Трудно назвать Правым Но Они Оба Выступали Работали На уход Америки Из мировой Политики С мировой Один Но с Противоположных Идеологических Позиций Обама Считал Что Американский Империализм Он Такие преступления Против огнетенных Народов Мира Что вообще Ему не нужно Ни во что Вмешиваться А этот Читал То есть Американский Империализм Ужасно Плох А Трамп Читал Что Америка Великолепно Хороша А весь мир Ужасен И нельзя Вот заниматься Такими глупостями Союзниками В НАТО Зачем-то Это НАТО Поддерживает Эти союзники Только из нас Деньги выгребают И так далее То есть Оба шли В израильс Солистскую Линию С двух Разных Идеологических Платформ И это была Очень опасная Тенденция Вот Украине Удалось Эту тенденцию Прервать Вот я цитировал Сегодня выступление Республиканского Лидера В комитете Форунафа Вот это очень важно Что Они сейчас Ненавидят Друг друга Там я не знаю Тем более Сейчас Предвыборная Компания Единственный вопрос Который Объединяет Подавляющее Большинство И республиканцев И демократов Это Это украинский Андрей Андрей Андреевич Я вот Не против Вашего предложения В части Списка Списка героев Но у меня Единственное Небольшое Даже не уточнение А условия На Встрече В Рамштайне Рамштайн 2 То есть Вот эта Встреча по зуму Министров обороны Сорока С хвостиком Стран Будут Американские Системы Реактивные Системы Залпового Огня В Украине Тогда Список героев Можно даже И расширить А если Их не будет Тогда Какая-то Другая Награда Нет Но Я не знаю Количество Но я видел Работающими По телевизору Уж не помню В каком Или Или Российским Семеном Есть МРЛП Они Кажется Называются Американская Система За пологня Есть В Украине Уже И прибывают Хорошо Что прибывают Но на фронте Они еще не зафиксированы Есть От наших Чешских Друзей Которые Кстати Тоже В отличие От Так Называемой Старой Европы Прекрасно Понимают Что им Тоже Нет Ну Конечно Все Все Освободившиеся Страны Им же Сказал Вот этот Мордастый Замминистр Собирайте Монатки И убирайтесь Это Кому Это Было Обращено Ко всем 16 Новым Членам Пойдут Пойдет Оружие Беспокойтесь Но Надо Требовать Все Время Зеленский Очень громко Требовал Надо Требовать Потому Что На тех же Блинкина И Остина Громадные Ну Помните Еще Два По-моему Два Месяца Прошло Как Блинкин Был В Варшаве И радостно Нам Оттуда Сообщался Что Я только Сейчас Договорился Что Будут Миги Посылаться Ну Вот Миги По-моему Там Парочка Сейчас Есть Конечно Не тот Масштаб Но Будем Надеяться Что Вся Программа Будет Выполнена Иначе Зачем Все Эти Вон Близи Вот Андрей Николаевич Ваш Коллега Ваш Профессор Ваш Тезка Он Говорит Что Он Был Героев Украине Таким Людям Как Блинкин Как Остин И Трем Дипломатам Рид Херст И Еще Один Я Удивляюсь Он Себя Не Включил Тогда Он Намекнул Так Мне Тоже Герои Украины Дать А Вы Не могли Бо Мне Объяснить За Что Эти Люди Должны Получить Герои Украины И Господин Цымбалюк Его Спрашивает Ну Оружия Нету Да Все Прекрасно Но Где 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 Оружие Которое Мы Должны Получить И Вы Сами Говорите Что Он Человек Который Никогда Не Служил В Армии Он Наверное Не Может Базуку Отличить От Гаубицы Он Наверное Не Может Отличить Самоход Самоходное Орудие От Танка Как Это Он Увидел Реактивного Залпа Артиллерию В Телевизоре И Говорит Ну Как Ну Идет Что Дайте Им Герои Все Ну И мне Тоже Как Вы Можете Это Объяснить О Чем Он Говорит Вообще За Что Этим Людям Давать Героев Я Так И Не Украина Ну Я Так Понимаю Что Андрей Андреевич Пока Еще Не Я Говорит Подождите Я Говорит Я Говорит Готов Были Но Хотел Узнать А Где Оружие Я Продолжу Может Линию Господина Цумбуляка И Вот По Отношению К Как Миним Двум Лицам Упомянутым Господин Петенковским Вот Смотрите Господин Блинкин Каков Его Вклад Вот Сейчас Дело В дело Военной Помощи Украине Вот Помним Что В марте В самом Начале Марта Когда Украинские Руководители Президенты Украины Зеленские Кричали Всем Нам нужны Самолеты Нам нужны Самолеты Нам нужны Самолеты Самолеты Есть у Польши Словакии Болгарии Они готовы Дать Но Для этого Они должны Получить Разрешение От Члена НАТО Соединенных Штатов Америки Господин Блинкин Скал Не волнуйтесь Я этим Занимаюсь Я даю На это Зеленый Свет Помню Что Эта История Продолжалась Две Недели Если Даже Три Недели Эти Самолеты Перегнали На ту Самую Базу Рамштейна Они Там Находились Там Были Украинские Летчики Говорили Вот Уже Дают Вот Уже Сейчас Скоро В конце Конца Выступил Господин Блинкин Скал Нет Мы Не Даем Это Это Наше Решение Это Мое Решение По-моему Нет Это Сказал Это Блинкин Сказал Блинкин Это Сказал Блинкин Это Сказал Блинкин Сказал Что Нет Это Решение Это Наше Решение Мы Не Даем Эти Самолеты Чтобы Не Допустить Эскалации Я Так Понимаю Что Уважаемый Андрей Андрей Безенковский Хочет Дать Звание Героя Украины Господину Блинкину за то, что тот не дал самолеты Украине. Еще протянул, еще морозился. И это было две недели, о которой там говорили. Дальше вот недели две тому назад, или может быть сейчас уже чуть больше, может быть недели три тому назад господина Блинкина пригласили по-моему в Сенатский комитет по иностранным делам. Это традиционная процедура для Соединенных Штатов Америки. Осуждалась иранская сделка. Сделка, которую очень проталкивает нынешняя администрация. заключение сделки с Ираном с тем, чтобы нынешние Аиталы смогли обогащать уран, который они не скрывая собираются использовать для создания ядерной бомбы, какую собираются использовать против Израиля. Вот Таврич Блинкин является активным пропонентом, поддерживателем вот этой самой сделки. Он агитирует за это, он активно в этом участвует. Я так понимаю, что Андрей Андреевич Пеньковский хочет дать звание Героя Украины человеку, который проталкивает ядерную сделку с Ираном, который даст ему ядерное оружие по уничтожению Израиля. Следующее. В рамках этих слушаний господин Блинкин пояснил, что в рамках этой сделки Иран получит возможность разморозить 130 миллиардов долларов иранских активов, замороженных в американских банках уже в течение длительного времени, и Иран получит эти средства. То есть, не только получит возможность обогащать уран, но еще получит гигантские средства по любым меркам, которые Иран может использовать. Ну, например, там, я не знаю, для поддержки Хамаса, для поддержки Хизбалы, для проведения террористических актов против Израиля, для проведения террористических актов против других арабских режимов, для проведения так называемой швидской революции и так далее. Чтобы у Ирана были эти деньги. Вот у ИТА, которые там уничтожили, чуть ли не там, по-моему, у них репрессии с момента прихода в власти составили чуть ли не полмиллиона человек, они казнили, которые не соответствовали нормам их представлений. Это следующее. То есть, именно за это нужно дать звание Героя Украины коллеге Блинкину. Наконец, в рамках этих 130 миллиардов долларов, 10 миллиардов долларов по этой же сделке предполагается передать Владимиру Путину. Правильно. И конгрессменные, сенаторы, которые услышали это от Блинкина, они не поверили своим ушам. И они дважды переспрашивали Блинкина, а подождите, подождите, мы правильно понимаем, что 10 миллиардов долларов по этой сделке достаются Путину. Блин, Ксилл, да, достаются. Подождите, подождите, это тому Путину, который вот 24 февраля начал очередную войну против Украины, который проводит недискриминационное уничтожение гражданского населения, десятки тысяч убитых в Мариуполе, вот эти издевательства, убийства в Буче, вот это все то, что обстрелы городов и так далее. Вот этому, ну, Блинкин сказал, да, подождите, вот эти санкции, которые вела американская администрация против путинского режима, не будут распространяться на те 10 миллиардов долларов, которые вы хотите передать путинскому режиму, потому что сенаторы не могут поверить до конца в то, что они слышат. И господин Блинкин говорит, да-да, именно эти самые 10 миллиардов, на них санкции американские не распространяются. Поэтому мы ценим, так сказать, вот интеллектуальную смелость Андрея Андреевича Пьянковского, с которой он предлагает наградить Энтони Блинкина за все вот эти дела званием Героя Украины. Ну, тут два дела, поэтому я бы Блинкина уже, Андрей Андреевич, дважды Героя Украины надо тогда Блинкину дать. И Израиль тоже должен Блинкину дать тоже Героя. Израиля, ну, и вам тоже. Ну, главное же, тут же главное, что это же Трамп придумал. Поэтому надо главное уничтожить, что Трамп придумал с Ираном вот это, вот эти все санкции и не обогащение урана. А это главное. А то, что Украина получает 6 миллиардов, воюя против армады российской, а этим, а Путин получает за то, что дается Ирану создать ядерную бомбу 10 миллиардов. Гениально. Скажу словами Трампа. Гениально. Гениально. И к этому я должен добавить, поскольку есть и второй участник, вот, кандидат на получение звания Героя Украины, это министр обороны Остин. Остин, да. Да, но надо же все-таки помнить, что вот тот самый проект, о котором мы говорили, проект о помощи Украине в 33 миллиарда долларов, ну, внес-то это Байден, но готовили-то его администрации, и наполнение военной части отвечал Пентагон под руководством господина Остина. И по первому, первоначальному варианту военная помощь Украине по этому проекту равна была нулю. Именно за то, что, видимо, проект помощи Украине не включал никакой военной помощи, господин Остин должен быть получить звание Героя Украины. А потом, когда этот самый все-таки военная помощь была включена усилиями Конгресса до 6 миллиардов долларов, мы видим, что сделал господин Остин. Вот сколько раз он использовал слово Лен-Лиз. Сколько раз он говорит, что мы будем использовать систему Лен-Лиза для того, чтобы помогать Украине. Сколько? Ни разу. Вот за это нужно дать ему героя. Как он изменил объемы военной помощи после Рамштайна, после 26-го? Снизил их в 7 с лишним раз. Вот именно за это Андрей Андреевич и предлагает присвоить звание Героя Украины господину Остину. В этом смысле я понимаю отчасти Андрея Андреевича, потому что вот до этого госпожа Нэнси Пелоси, спикер Палаты Представителей, которая 33 дня задерживала своими действиями голосование за этот пакет помощи в 40 миллиардов. Ну, 33 дня она задерживала это. Она вот слетала в Киев и получила орден Святой Благоверной Княгине Ольги. Третья степень. Вот. Да, ну, это еще не конец, это же только начало. Вот за это дело она получила орден Княгине Ольги за то, что она тормозила эту помощь. Я думаю, что Андрей Андреевич как бы руководствовался именно этим подходом и, видимо, за то, что тот, кто тормозит оказание военной помощи, кто сокращает ее, кто не допускает ее и кто предоставляет военную и иную экономическую помощь режиму Путина, должен удоставить звание героев Украины. Надо дать все-таки должное интеллектуальное смелость. С такой логикой, Андрей Андреевич, мы под расстрел себя подводим. Если они герои, нас надо пора расстрелить. Хорошо, я понял, это гениально, гениально, скажу словами Трампа, просто гениально. Ну, хорошо, Андрей Николаевич, ну, про Каспарова, я думаю, уже было сказано так много, что тут уже только можно ударить шахматной доской по голове и больше других ходов я не знаю. Но вот очень часто я говорю такую вещь, я говорю, что в принципе война может быть закончена очень быстро. Надо просто опустить цены на нефть, такие, как они были при предыдущей администрации. То есть, разрешить снять санкции с нашего северного потока Кистонстей через Канаду и разрешить добывать нефть и газ на федеральных землях Соединенных Штатов Америки. То есть, то, что запретил Байден в первый же день, как он стал президентом Соединенных Штатов Америки. Таким образом, цены на нефть опустятся и вот этот кислород и инвестиции в Путину давать на войну прекратятся. Но Байден упирается от этого. Многие мне говорят, Гарри, ты не понимаешь, ты не экономист, ты не финансист, ты с нефтью никогда не работал, я работал с нефтью и газом, я работал на бензоколонке, а ты никогда это не понимаешь. Поэтому вот моя логика, она то ли чересчур элементарная или одноклеточная, или это имеет право. Есть сходство какое-то, потому что я помню, какие цены на нефть и на бензоколонке были при Трампе, когда я заправлял машину за 40 долларов, 50 долларов в бак. И сегодня мы ехали с вами, я ее заправил на 150 долларов в бак. Это же деньги идут Путину. И, как я понимаю, в последнем пакете санкций они ничего не сделали по этому поводу, не наложили санкции на это. Я, понимаете, я не знаю, может быть, они правы, я ничего-то не понимаю. Но вот эксперты эти говорят, нет, нет, ты не понимаешь, цены на нефть никакого отношения к этому не имеют. Нет, конечно, не имеют отношения, но, справедливости радость, надо сказать, что Соединенные Штаты отказались от покупки российской нефти, но Европа не отказалась. Пока еще. И вот этот шестой пакет санкций, который Европа рассматривает, он должен предусматривать в себе эмбарго на поставки нефти в этом году и газа в течение двух-трех лет. Пока этот пакет не согласован и, соответственно, пока еще не в нем в действии. И за эти три месяца ведущейся войны, как сказал господин Зеленский, Путин получил от экспорта нефти и газа порядка двухсот миллиардов долларов. Конечно, при таком притоке валюты путинский режим может продолжать войну против Украины, а также против Европы и всего мира бесконечное время. Это надо понимать. Поэтому прекращение финансовой подпитки агрессора с помощью эмбарго на поставки его энергосетеля это важнейший элемент в такой комплексной стратегии противодействия агрессору. Но поскольку мы уже если говорим о комплексной стратегии противодействия агрессору, мы видим насколько Путину нынешняя война является чрезвычайно важной насколько он хочет добиться цели установления контроля над Украиной а также над другими странами завоевания которых он перейдет если им это удастся после завоевания Украины поэтому пользуясь этим я хотел бы сказать когда и при каких условиях этого можно не допустить я не вижу сейчас ни другого способа остановки этой войны переломом в ходе ее действий и одержания победы над агрессором без подключения к войне со стороны на стороне Украины союзников не только оказание военной помощи но и оказание военной помощи в смысле техника и оборудования но и участие военных частей со стороны союзников к сожалению я с вами согласен но если мы вернемся к тому времени что Соединенные Штаты становятся самым крупным экспортером нефти и газа как это было предыдущий это повредит Путину или нет нет но это уменьшит его возможности собственно говоря собственно говоря для того чтобы уменьшать возможности ведения Путину военных действий нужно отменять все то что сделал Байден с первого дня прихода в администрацию вместо того чтобы разговаривать с Венесуэлой чтобы Венесуэлой или там с Ираном давать возможность другим тоталитарным режимам заменять или там уменьшать возможности Для Путина нужно, чтобы выдавливать тоталитарные режимы с мирового рынка энергоносителей, чем и кем. То и нефть, то и тем газом, который производится у нас в свободными странами, Соединёнными Штатами, Канадой, другими странами. Но именно этого Байдена не делает и не собирается делать, несмотря на ту войну, которая развернута, несмотря на те цены, которые есть на мировом рынке и какие есть в Соединённых Штатах Америки. То есть в данном случае Байден совершенно сознательно принимает решение о том, чтобы граждане Соединённых Штатов Америки ввести гораздо большие издержки, которые помогут Путину и будут мешать Украине. Это абсолютно сознательное решение, исходя из того мировоззрения, о котором мы говорили с вами чуть раньше. Да. К сожалению, к огромному сожалению. Но мы не хотим заканчивать на такой ноте. Я лично верю в победу, в военную победу Украины над Россией. Я верю, что машина российская военная развалится в один прекрасный день. Это просто вопрос цены. Сколько пролет крови Украина. И погибнут лучшие из лучших сынов и дочерей Украины. И это зависит от нас. Я знаю, что вы тоже желаете победы Украине. И быстрой победы над, и разрушением это, уничтожением этой опухоли, этого рака на земле. Но вы внутри верите в победу, военную победу Украины? Здесь важно не то, что вера и не вера. Мы понимаем, что рано или поздно эта победа будет. А вот наша задача заключается... Наша задача не только наша с вами, но и наших зрителей, слушателей, и вообще всех, кто даже не слушает, но кто действительно заинтересован в свободе и независимости, это оказывать всю возможную помощь Украине. Чем можно? Словом, рублем, долларом, военной поддержкой, личным участием, как угодно. Это самое главное дело, которое сегодня существует в этом мире. Поддержка Украины, это поддержка, защита, свободы во всем мире. Андрей Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Приятно было с вами провести это время. К сожалению, у нас еще есть дела. Мы надеемся, что вскоре опять увидимся. Слава Украине, слава украинскому героическому народу. Мы все смотрим и все гордимся Украиной. И надеюсь, что скоро мы с Андреем Николаевичем окажемся обратно в Киеве и будем вещать оттуда. Дан Юра, over and out.